Всем привет! В сказках и мифах можно встретить упоминания троллей, живущих под мостами. Обычно эти ребята ничего хорошего там не делают. Даже образ Пеннивайза был изначально задуман, как современная версия того самого тролля. Да, как вы уже догадались, сегодня поговорим про ситуации, в которых фигурируют мосты. Но ничего паранормального, без участия мифических монстров там тоже есть на что посмотреть. И посмеяться, и испугаться. Готовы? Тогда поехали! Вы наверняка встречали фото или видео с дикими козами, которые, кажется, могут забраться даже по отвесной стене. Удивительное создание, родственники Спайдермена. Впрочем, иногда тяга к скалолазанию просыпается и у обычных домашних коз. А что делать, если рядом нет какой-нибудь горы? Использовать мост, конечно. Правда, спуститься с него оказалось не так просто, как забраться. Именно такая история произошла в Пенсильвании, где двух коз пришлось снимать с балки моста при помощи крана и команды спасателей. Бедные животные провели в ловушке около 18 часов, но все закончилось хорошо. Спасенные козы были возвращены на ферму. Знаете, почему пешеходные участки моста называются пешеходными? Потому что они сделаны для пешеходов. Однако неизвестный водитель Хонды, похоже, не знал всех этих тонкостей. Он решил проехать по пешеходной полосе моста, соединяющего Бруклин с Куинсом, и застрял намертво. Инцидент произошел после трех часов ночи, так что о нем стало известно не сразу. Когда спасатели и полиция прибыли на место, водитель уже скрылся. Вероятнее всего, он вылез через окно, ведь все двери оказались заблокированы мостом. Позже выяснилось, что застрявший автомобиль угнали из другого района примерно за день до происшествия. Потребовалось несколько часов и куча специальной техники, чтобы вытащить его из плена моста. Остается надеяться, что после авто вернули настоящему владельцу. Случается, что грузовики застревают под мостами. А как насчет застрявшего самолета? Как бы абсурдно это ни звучало, такое тоже случается. Например, однажды самолет не прошел под мостом в Колумбии. Сразу уточним, воздушное судно не летело, его перевозили с одного места на другое по земле. Но от этого ситуация не становится менее эпичной. Самолет перевозили в авиационный институт, чтобы использовать в качестве учебного пособия. Но что-то пошло не так. Кто же знал, что самолеты слишком большие, чтобы провозить их под мостами, да? В итоге пришлось вызывать спасателей. Но застрявший самолет еще не самая эпичная история, потому что мы нашли элитный круизный лайнер. И да, он тоже не смог пролезть под мостом. Капитан роскошного круизного лайнера «Перл номер 7» врезался в мост Венчжоу в восточном Китае. Авария привела к повреждению дымохода корабля. И это неудивительно. Судно-то огромное, 158 метров в длину и 7 этажей в высоту. С такой громадиной стоимостью 44 миллиона 240 тысяч долларов не так-то просто справиться, особенно если на твоем пути встречаются мосты. Возможно, капитан лайнера просто привык к морским круизам и не ожидал, что во время путешествия по реке впереди окажутся какие-то препятствия. Кстати, столкновение ощутил на себе не только лайнер. Свидетели сообщили, что от удара мост покачнулся. Развлечения детей и подростков порой выглядят странно, а иногда даже становятся опасными. Компания тинейджеров кидала камни с моста прямо на оживленную трассу и попала на видео. Один из камней разбил лобовое стекло автомобиля, а осколок попал водителю в глаз. За несколько дней до этого камень прилетел прямо в машину скорой помощи и также повредил стекло. К счастью, тогда никто не пострадал, но всего в полицию обратились как минимум трое человек, ставшие жертвами странных подростковых игр. Судя по видео, юные преступники хорошо подготовились и закрыли лица капюшонами, но полицейские все же смогли определить, что злоумышленникам от 12 до 15 лет. Остается только поймать их. Если вы хоть раз видели разводной мост, вас наверняка посещала мысль о том, как было бы круто перепрыгнуть его на машине. Скажем спасибо за это Голливуду и компьютерным играм. Реальные попытки повторить подобный трюк часто заканчиваются трагически, но этот случай, попавший на камеру наблюдения во Флориде, оказался вполне счастливым. Смотрите, вот водитель, не сбавляя скорости, подъезжает к мосту, вот сносит шлагбаум и через секунду подлетает по половине моста. Хорошо, что мост не успели развести до конца, но не спешите обвинять водителя в том, что он переоценил свои возможности. Скорее всего, 29-летний парень по имени Джеймс Монтана просто отвлекся от дороги на несколько секунд и не заметил моста. В этом тоже нет ничего хорошего, конечно. Настоящее чудо, что никто не пострадал. Знаете, бывают моменты, которые лучше всего описывают слово «почти». Почти успел, почти смог, почти проскочил. Этот определенно один из них. На видео, снятом в Майами, яхта под названием «Рокстар» должна была пройти под разводным мостом, который специально подняли. Вроде бы самая обычная практика, но чем ближе подходила яхта, тем ниже опускалась одна из частей моста. Говорят, все из-за того, что мост не закрепился в разведенном состоянии. Но это не так уж важно, потому что он и яхта вот-вот встретятся. Может быть, получится? Может быть, яхта успеет в самый последний момент? Ну? Увы, из-за удара судно получило значительный ущерб, но никто из 15 пассажиров не пострадал. А все могло закончиться гораздо печальнее, если бы не оператор моста. Благодаря 20-летнему опыту он смог удержать мост от свободного падения. Что вы ожидаете увидеть на мосту, расположенном в Австралии? Автомобили? Пешеходов? А может, лучше Валаби? Это млекопитающее семейство кенгуровых отличается меньшим размером, чем обычные кенгуру. Но все равно его не назовешь привычным участником дорожного движения. Этого в Алаби засняли австралийские полицейские ранним утром в Сиднее. Они предположили, что 13-килограммовый зверь прибыл с поля для гольфа, расположенного примерно в трех километрах от моста. И не удивляйтесь, кто знает, может, в Алаби профессиональный гольфист. Иногда неожиданные и даже пугающие вещи происходят не на мосту или под ним, а с самим мостом. Так, популярный туристический мост длиной 140 метров рухнул в габань в северо-восточном городе Илань на Тайване. Это произошло около 9.30 утра, погода была солнечной, а по дороге ездили машины. Все условия для того, чтобы падение моста превратилось в катастрофу. Как минимум 10 человек пострадали и были доставлены в больницы, шестеро с серьезными травмами. И хотя о причинах обрушения моста не сообщалось, возможно, это было связано с тайфуном. Всего за несколько часов до катастрофы с мостом над островом пронесся сильный шторм. В результате этого травмы получили 12 человек, были повалены деревья, поврежден транспорт и оборваны провода. Может ли обрушение моста сразу после такого события быть простым совпадением? Что-то мы сомневаемся. Один из самых известных инцидентов, связанных с мостом, это обрушение в Такоме. Узкий мост в Такоме был построен в Вашингтоне в 1930-х годах и открыт для движения 1 июля 1940 года. Конструкция должна была стать самым гибким мостом в мире, а инженеры считали, что все идеально рассчитали. Мост называли абсолютно безопасным, но оказалось, что были учтены далеко не все факторы. 7 ноября 1940 года мощный ветер обрушился на район, и мост сильно покачнулся. Первая авария произошла около 11 часов утра, когда бетон упал с поверхности дороги. Через несколько минут 600-метровый участок моста вырвался на свободу. К этому времени мост дико шатался взад-вперед, как будто танцуя, и в конце концов обвалился. Удивительно, но все происходящее удалось заснять на видео. Это сделал Барни Эллиот, владелец местного магазина фотоаппаратов. В 1998 году эту запись даже включили в Национальный реестр кинокартин. Кадры обрушения до сих пор показываются студентам-инженерам и архитекторам, чтобы предостеречь их от будущих ошибок. Каждую летнюю ночь сотни людей собираются вместе, чтобы увидеть крупнейшую в мире городскую колонию летучих мышей, вылетающую из-под моста Конгресс-авеню в центре города Остин, штат Техас. Да, все полтора миллиона особей обитают в одном месте. Когда инженеры реконструировали мост Конгресс-авеню в 1980 году, они не знали, что новые расщелины под мостом станут идеальным местом для летучих мышей. Через четыре года на этом месте уже была целая колония. Сначала местные жители были в ужасе, их можно понять, мало кому понравится соседство с летучими мышами. Но постепенно людей удалось убедить, что эти пугающие создания не представляют опасности и даже наоборот приносят пользу экономике. Все благодаря туристам, которые приезжают в город, чтобы посмотреть на такое уникальное зрелище. Ну и напоследок, видео, снятое в Индонезии. Во время рыбалки местные жители обнаружили в воде под мостом кое-что совсем не похожее на рыбу. Да, они действительно выловили мотоциклиста вместе с его мотоциклом. К сожалению, мы не знаем подробностей, как парень вообще оказался в воде, да еще и вместе со своим транспортом. Главное, что его успели вытащить вовремя. И даже мотор, похоже, не пострадал. Эй, хватит лениться, пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны! Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры сделал DimaTorzok